Ммм, цветочки. Альмазик, альмазик, я альмаз не ошел. Нееет! Всем привет, дорогие друзья, с вами Войсы. И сейчас бы хотел представить вам мод, который добавляет тактические ловушки, что позволит вам обезопасить ваш дом, а также заманить ваших врагов на вашу территорию и поиграть с ними по вашим правилам. Итак, давайте начнем. И первое, с чего бы я хотел начать, это конкретно данный манекен. Он будет являться приманкой для ваших врагов. Крафтится он довольно-таки обычным способом. Две доски и голова сверху. Он не делает никаких действий совершенно, даже головой не крутит. Что делает его дурачком. Это дурачок, будем его называть именно так. Сейчас я выпущу паука, чтобы продемонстрировать вам эффект данного манекена. Как вы видите, моментально паук буквально бросился на этого беззащитного дурачка, можно так сказать. Он тупой, как он ничего не делает вообще. В общем, он будет являться очень хорошей приманкой, особенно вот с нашими данными ловушками. Сейчас я вам все покажу. Я думаю, вы поняли, что делает данное существо. Заманивает. Идем дальше. Здесь у нас находится воспламенитель. Ууу, горячая штучка. В общем, сейчас я вам продемонстрирую эффект и этого, получается, механизма. Итак, мы выпускаем паучка. Нажимаем кнопку. И он горит. Горит адским пламенем. В общем, как вы видите, эффект на самом деле очень хороший и очень мощный. Буквально все, паук у нас испарился. Ушел никуда. И оно будет гореть бесконечно. Совсем. В общем, выключаем. Нам не надо здесь. И так жарко. У меня и так уже все вспотело. Ух. Так, я думаю, вы поняли эффект данного механизма, что, в принципе, очень здорово, когда у вас есть что-то наподобие такого. Представьте. Дело в том, что это не все. Вы можете сделать кое-что покруче. Допустим, вы хотите, чтобы у вас горела данная земля, данный уровень земли, но вы не хотите, чтобы вам было видно, собственно, данные механизмы. Вы просто прячете их под стену. Нажимая право под стену, под землю. Какая разница? Можете за стену запрятать, в принципе, за пол или еще куда-нибудь. Нажимаете правой кнопкой мыши, и, как вы видите, открывается инвентарь. Где вы видите, находятся вот такие вот иконки. Это специальная вещь, которая увеличивает дистанцию данного механизма. То бишь, одна иконка – это один уровень. Таких иконок всего в пачке, в стайке может быть 8 штук. И, как вы видите, здесь 6 ячеек. То бишь, до 48 уровней. До 48 уровней, представляете? Это просто огромное количество. Можете использовать данные механизмы. Очень тактично можно все расположить. Будет здорово просто. Итак, вы поставили. Я здесь поставил 4, потому что у нас здесь 1, 2, 3. И этот уровень 4. Поэтому у нас должно гореть именно вон там. Так, включаем. Да, эффект готов, как вы видите. Паук горит так же хорошо. Давайте шашлик сделаем из паучка. В общем, все. Я думаю, я вам конкретно все подробно рассказал по поводу данного механизма. Идем дальше. Просто супер штука, на самом деле. Мне она очень понравилась. И дальше у нас находится вот такой вот сундук. Магнитный сундук. Вот система крафта. Магнитный сундук, на самом деле, притягивает вещи, которые лежат в 2 метрах от него. Представьте, вот. Вам не хочется открывать, вам просто хочется кинуть и уйти, правильно? А это яйцо, допустим, или другое какое-нибудь существо или предмет. Я не знаю. Ой, извиняюсь, я не то хотел сделать. Че ты бычишь, а? Че ты, че ты здесь демонстрируешь? Вот. В общем, просто кидайте. И, как вы видите, предмет летит сам к данному сундуку. Что, в принципе, очень-то и здорово. Я не понял, почему вот эта вот голова не долетела. А, вот все, долетело. Все. Взял мне пол, испортил. Ладно. И все находится в сундуке. Просто шикарно, на мой взгляд. Идем дальше. И здесь у нас находится вентилятор. Вентилятор, на самом деле, двигает предметы. Но я не знаю, почему. У меня он не работает. Как вы видите, иконка отскакивает буквально на чуть-чуть совсем. И никакого эффекта не придает. Вообще, по идее, вещи должны у вас выдувать. Выдувать в противоположную сторону от вентилятора. Что, в принципе, здорово. Если совместить эти два предмета, было бы очень клево. Представьте, вы где-нибудь находитесь снаружи. Работаете, я не знаю, ферма, допустим, у вас. И вам как-то неохота. Основной сундук у вас находится в доме. Вам не хочется туда идти. Вы просто ставите, я не знаю, какой-нибудь, сделаете туннель. Поставьте по бокам эти вентиляторы. И вуаля, кидаете предмет. Он у вас идет по данному туннелю. И прямиком в этот сундук. Который, конечно, поглощает все сам. Просто здорово. Замечательно, на мой взгляд. Дальше у нас идут вот такие вот штыки. Супер оружие. На самом деле, урон очень мощный. Очень быстрый. Буквально, я не знаю, вот давайте, все, он умер. Представьте, он уже умер. На самом деле, очень быстро. И сейчас я вам продемонстрирую на мне, как это все работает. Вы просто запрыгиваете. Очень быстро все тратится. Жизнь, как вода утекает буквально в никуда. Поэтому будьте аккуратнее, если вы наткнетесь на это. Ну, по крайней мере, как-то можно избежать. Идем дальше. И здесь у нас находится что-то наподобие травянистого ковра. В общем, ловушка. Также ловушка. Помните, в детстве кто-нибудь делал? Вы связывали палочки между собой. И, получается, рыли ямку. Ставили данные палочки на эту ямку. Закрывали травкой, муравкой. И вот такая вот фигня, в общем, получается. Итак, допустим, у нас здесь алмазик. И мы такие вот радостные. Сейчас мы его подберем. И у них тут-то было. Согласитесь, очень здорово. Вообще, никто не догадается, что это ненатуральная земля. Ненатуральный вообще слой травы. Это просто здорово, на мой взгляд. Это просто клево будет использовать. Поиздеваться над вашим другом. Или поиздеваться над мобами. Старайтесь делать данную яму намного глубже. Эффект будет намного лучше. Также вы можете поставить штыки на самый последний уровень. Было бы тоже смертоносно, на мой взгляд. Но лава, мне кажется, делает больше эффекта, чем, допустим, вот эти вот штыки. Так как из лавы еще трудно выбраться. Итак, идем дальше. И дальше у нас находится вот эта вот фигня. Это такой бред. Я из-за нее столько времени потратил. Дело в том, что я вам не могу продемонстрировать эффект, получается, данного капкана. Потому что у меня вылетает. Все просто ломается. Майнкрафт. Бедный Майнкрафт столько испытал из-за этой херни какой-то. В общем, вставьте данный капкан. Любое живое существо, которое попадает на него, оно подвергается урону. Поэтому будьте аккуратны. Нет, вы, в принципе, можете быть неаккуратны. Потому что на вас он не действует. Действует на всех других любых существ. Поэтому можно, в принципе, сделать это хорошей ловушкой. Перед домом, прямо перед самым входом поставить. Было бы прикольно. Итак, в принципе, мы закончили все по данным предметам. Согласитесь, это просто шикарный набор, который можно использовать просто гениально. Тактически и стратегически. Было бы просто здорово. Приманка работает. А здесь у нас ловушки, которые, собственно, наносят урон. Вот эти вот два работают как бы вспомогательные вам. А вот остальные как бы в ущерб другим. Поэтому, я думаю, вы поняли. Это, в принципе, очень здорово. Слой травы вам придется накладывать на это тонкое ребро. Что, в принципе, неудобно. Как вы видите, оно совсем не туда ставится. Поэтому лучше ставить его к блоку. Вот так вот поближе. Ну вот и все, в принципе, здорово. Приметы, как вы поняли, предметы могут оставаться на поверхности. Что делает его еще намного лучше. Получается, никто не заметит то, что сделает яма. Ура! Снизу вы можете наблюдать то, что здесь находятся дощечки. Что, в принципе, уже как-то логически влияет на это все. Наконец-то, необычные какие-то тонкие плиты травы. Понятно. Ребят, в принципе, это и все то, что я вам хотел объяснить по поводу данного мода. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии, оценивайте видео. Я буду очень рад. Увидимся в новых сериях. С вами был Войс. Спасибо за просмотр. Пока!